Девушки отдыхают Невзирая на непогоду, военные стали разгружать на берегу озера свои многотонные грузовики. Призрев ливень, представители городской администрации и чиновники республиканского правительства выдвинулись на место событий, объяснять происходящее мокнущим на объекте журналистам. На сегодня происходит действие военного плана. Собирается военно-мостовая переправа через озеро Логмазера. Дорожным комитетом ведутся сейчас по транспорту работы по отсыпке береговой полосы для того, чтобы подъездные пути сформировать с одной и с другой стороны. И я думаю, что, наверное, с воскресенья уже начнется движение по транспорту по этому мосту. Благодарить за высадку военных в Соломином с переправой, которая выдержит танки, если понадобится, окрестным жителям следует не только министр обороны и его бравых подчиненных, но и автора идеи возведения параллельного моста нового карельского губернатора, о чем на месте поведал ответственный за дорожное хозяйство чиновник правительства. Большое спасибо, конечно, здесь и Артур Олеговичу за заботу, за инициативу, которую он проявил, и нашел правильные слова для того, чтобы договориться с министром обороны Сергеем Кожигедовичем, как бы ему отдельное спасибо. Но счастье с запасом, чтобы вместо одного прожаревшего понтона берега пролива соединили аж три моста сразу, такого, конечно, не будет. И совсем не потому, что постройка постоянной переправы на Онежском судоремонтном заводе откладывается или там, упаси бог, вообще отменяется. Просто военные раскинули свою переправу, параллельно действующей не навсегда, а на время, учитывая местные погодные условия на очень короткое. Мост не выдерживает саморозков, он металлический, поэтому движение транспорта по нему, как только начнутся морозы, будет невозможно. Поэтому мы договорились о том, что только до момента первых заморозков он будет находиться. Но я думаю, что к этому моменту у нас будет готов уже мост, который сейчас делается. Заказанный городом мост взамен старого соломенского понтона будет в обязательном порядке оснащен ограждениями для безопасности пешеходов и водителей, а также стационарным освещением. Военная же переправа ничего этого изначально не предполагает. Поэтому открыть по ней движение гражданского транспорта не получилось так же стремительно, как переправу развернули военные. Пока пользование мостом невозможно в силу того, что не обеспечено ограждение по его краям. И мост установлен, то есть военные сделали все, что они требуются в кратчайшие сроки. И то, что компания Тихрент установила бетонные блоки, не принято на данный момент ГИБДД, но про пешеходов это вообще отдельный вопрос. То есть мы, видимо, к нему вернемся после того, как обеспечим хотя бы нужную безопасность перемещения транспорта. Переправа, не имеющая нынешних ограничений по тоннажу автотранспорта, решит многие проблемы. Завести запас дров на зиму для местного населения не последнее дело. А как оживиться, например, строительство в Заозерье, которое замерло из-за дороговизны доставки стройматериалов в объезд. Это обязательно произойдет, когда установят новый понтонный мост к следующему сезону. Есть мнение, что даже не ноябрь-декабрь, а и конец сентября немного поздновато. Местные жители, наблюдающие за развитием событий, дивятся их нелогичности. Это просто бред. Могли бы и ничего не делать даже. Деньги на ветер выкинуты. Но зато теперь у вас есть два моста. Да, но дров мы не можем привезти сюда, однако. Почему? А потому, ГАИШ штрафует. Так поэтому танки ездят, по нему можно будет дрова наводить. А что нам сейчас уже дрова, они не успевают высохнуть? Куда нам на зиму сырые дрова? А, то есть вам бы его летом нужен был этот мост? Конечно. Аналитики, в свою очередь, отмечают, что летом такой перформанс с армейским мостом был бы оправдан и с точки зрения демонстрации возможностей губернатора по части договориться с кем угодно на благо родной республики, и мост был бы по-настоящему полезен людям в силу вышеозвученных причин. В среду 27 сентября в мэрии пообещали открыть переправу в четверг 28-го. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова